Трагедия произошла здесь, на 13-м километре автодороги Вологда-Кириллов. Полвторого ночи водитель Лады Приоры не справился с управлением и съехал в Кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции, МЧС и скорые оказывали помощь пострадавшим. Буквально через пять минут с той же стороны, со стороны Вологды, ехала ВАЗ-2114, которая, сбив оградительные конусы, сбила и всех тех, кто оказывал помощь пострадавшим. В результате три человека погибли на месте, еще четыре сотрудника специальных служб остаются в тяжелом состоянии в больнице. К утру искореженные машины убрали, но о том, что здесь случилась трагедия, и сейчас говорит многое. Почему водитель Лады Приоры не справился с управлениями, оказался в Кювете, сейчас не так важно. Сегодня областное начальство ГИБДД, МЧС, следователи весь день работали на месте событий, потом в Кириллове, изучая все нюансы второго ДТП. Все трое погибших сотрудники пожарной части номер 10 города Кириллова. Офицер в третьем поколении Михаил Александрович Бибиксаров, ему было всего 26 лет. Вот он стремился, как говорится, учился, у него профильное образование, заканчивал наш политех, после политеха работал у спасателей, потом служил срочную в российской армии, после этого, как говорится, стремился к нам, вот пришел после демобилизации, и просто даже ждал очереди, что какое-то, какое-нибудь место будет, офицерская должность, он сразу к нам. Второй Сорокин Александр Александрович, помощник начальника караула. Безотказный, спасатель-герой, говорят про такого коллеги. Они его называли Санычем. Еще один погибший, Глебов Вячеслав Геннадьевич, веселый, открытый, у него осталась жена и пятимесячная дочь. С родными и близкими сейчас работают психологи, здесь в пожарной части дежурят врачи, повсюду в воздухе стойкий запах пустырника, валерьянки. Трагедия не оставила никого равнодушным. Для Кириллова, по моему мнению, это огромный взрыв. Потому что все друг друга знаем, здесь живем, все парни знакомые, которые погибли. Конечно, нам тоже очень тяжело. К месту ДТП весь день подъезжают и приходят люди, несут сюда цветы, венки. Сотрудники МЧС уже пообещали, что организацию похорона они возьмут на себя. Сегодня мы до беда посещали семьи погибших, сотрудников, посетили все семьи. Это большая утрата как и для нас, для главного управления, так и для матерей, для отцов, для жен, для детей. Ну и то, что касается по законодательству, помощи семьям погибших, со стороны будет оказана вся необходимая помощь. Вместе с тем, в больницах остается еще несколько сотрудников МЧС и УВД. Полицейский в Кирилловской больнице. Спасатели первоначально отправили туда же, потом перевезли в травмоцентр в Вологду. Состояние с тяжелой черепно-мозговой травмой, с переломом голени слева. В принципе, вот тяжестью черепно-мозговой травмы обусловливается тяжесть его состояния. Уже известно, что водитель ВАЗ-2114, который совершил наезд, житель Череповецкого района, в момент аварии он был трезв. В результате этого дорожного происшествия три сотрудника МЧС погибли на месте. Сотрудник полиции и еще один сотрудник МЧС госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Одна из версий произошедшего – это то, что водитель 14-й модели, находясь в утомленном состоянии, уснул. На данный момент ведутся следственные действия. А вот место, где произошло ДТП, автоинспекторы считают сложным участком дороги. Во всех деталях случившегося еще предстоит разобраться в следствии.